Мы находимся на соревнованиях по конкуру на приз законодательного собрания Краснодарского края. Это турнир традиционный, который проводится на территории края уже не первый год. Довольно-таки большой призовой фонд, у нас 800 тысяч призовой фонд этого турнира, поэтому всадники будут приятным для них сюрпризом не только медали, грамоты, но и также еще и денежное вознаграждение. Эти соревнования проводятся с целью отбора перспективных спортсменов в состав сборной команды Краснодарского края с последующим их участием в составе сборных команд Российской Федерации во всех крупных турнирах. Несмотря на то, что была сложная эпидемиологическая обстановка, проект «Спорт. Норма жизни» продолжает реализовываться на территории края. Благодаря этому проекту мы смогли приобрести новые комплекты препятствий, чтобы спортсмены на этих соревнованиях получили все самое лучшее и показали свои самые лучшие результаты. В финальную часть турнира пробилось 23 пары. Это 10 пар среди юношей и 23 пары среди взрослых. Так что я думаю, что у нас очень ожесточенная борьба она ожидает. Ну и все, я надеемся, мы увидим схватку в перепрыжке, потому что это самая, можно сказать, изюминка конкура. Конный спорт в Краснодарском крае – это базовый вид спорта. Базовый вид спорта определен приказом Министерства спорта. Всего в субъекте у нас 43, в том числе и конный спорт. Благодаря этому мы можем предоставлять дополнительные субсидии именно организациям, которые ведут подготовку спортсменам по этому виду спорта. И также дополнительно субсидировать их участие в краевых и всероссийских соревнованиях. Благодаря этому уровень конного спорта, я считаю, в нашем регионе находится на высоком уровне. И мы будем составлять достойную конкуренцию спортсменам Москвы, МОС-области, Санкт-Петербурга. Всегда очень ожесточенная борьба именно в конкуре происходит на спартакеаде, на спартакеаде учащихся, спартакеаде молодежи. Это как раз благодаря тому, что конный спорт у нас базовый.